В начале июня исполнилось 125 лет со дня рождения писателя, славяноведа с мировым именем. Петр Бузук родился в Терновке в 1891 году в семье народного учителя. И не будучи дворянином, он не мог поступить в гимназию. Для него единственной дорогой для того, чтобы получить образование, было это самое реальное училище. Он у него поступил и успешно его окончил. Успевал во всех тех предметах, которые там были задуманы, химия, математика, черчение, но особенно увлекался языками. На пути его стремления изучать языки встал очень простой вопрос. В университет выпускников реального училища не принимали, поскольку при поступлении в университет надо было сдать как раз экзамены по этим самым древним языкам, по древнегреческому, по латыни. Он выучил их самостоятельно и поступил в Новороссийский университет. Окончил его блестяще. И уже участь в университете проявлял просто незаурядные способности. Был оставлен в университете, стал магистром, затем профессором. Предмет его интереса преимущественно были славянские языки. Он знал 18 языков, потом полиглот, как бы мы сейчас сказали. Самое яркое его исследование – это попытка создать атлас славянских языков. Вот лингвогеография – это, пожалуй, то, в чем он оказался, ну, как-то так, впереди других исследователей, таких же филологов, как вот он. До культа личности Сталина его и еще нескольких талантливых ученых стали обвинять в национализме. Вначале он был арестован в 1931 году, но был освобожден, поскольку уже очень надуманным было обвинение. А уже потом, позже, в разгар 1937, он был арестован и погиб 7 ноября 1943 года. Для нас интересно, что человек, в общем, молдаванин по происхождению, Бузук же переводится с молдавского, как сирень, оказался крупнейшим знатоком словистики.